Всем привет! Вы на канале Креаген Фокс. И сегодня у нас прокачка живки. На этот раз я хочу прокачать урон такой живки как Эквус. Вместе со своим Трицератопсом Олегом Ивановичем мы сейчас отправимся на поиски хорошего Эквуса. Ну а ты пока можешь поставить лайк, подписываться не обязательно. Желаю тебе приятного просмотра и поехали! Итак, начинаю я с поиска Эквуса. Эквуса я буду искать недалеко от южной пещеры, вот в этом месте. Вообще есть место, где они постоянно спавнятся, это недалеко от горы Грифона. Но в этот раз я был слишком далеко от того места, поэтому решил поискать его здесь. У меня был сильный Трицератопс, у него было прокачано много урона и здоровья, но все-таки цель этого видео был Эквус, поэтому спустя какое-то время я все-таки смог его найти. Вот в этом месте заспавнился Эквус 50 уровня. Теперь я на него запрыгиваю, даю ему успокаивающий бальзам 15Х и начинаю в него запихивать морковку. Приручается он довольно быстро, потому что действует эффект успокаивающего бальзама. И вот спустя какое-то время Эквус уже был приручен. Теперь можно было отправиться на безопасный пляж, для того, чтобы там его прокачать. Прокачивать я его буду с помощью пыли могущества. Поэтому я ставлю ступку с пестиком, ломаю в ней древний янтарь, и после этого начинаю кормить Эквуса пылью. Из-за того, что у меня здесь активирован мод на повышение пыли, Эквус прокачивается довольно быстро. И вот спустя всего лишь 15 часов я смог прокачать Эквусу очень много уровней. И теперь я прокачиваю ему статы. В первую очередь я прокачал ему много здоровья, чтобы его никто не мог убить. Также я прокачиваю ему вес, прокачиваю кислород, скорость, выносливость. И самое главное, я прокачиваю ему очень много урона. Очень много урона. Поскольку Эквус это живка, у которой есть одна способность, он может своей специальной атакой вырубать динозавр. И поэтому я буду использовать его для того, чтобы оглушить всех самых крупных живок. Первыми жертвами стали эти черепахи, которые были здесь на пляже. Одним ударом я смог их убить. И к сожалению, оглушить их не получилось. Потому что урон был слишком сильный. Поэтому было решено отправляться на травоядный остров. Для того, чтобы там поискать бронтозавров. Вот еще одна черепаха от моих копыт погибла. Значит нужно искать живку, которая будет немножко больше здоровья. И вот я уже приплыл на травоядный остров. И здесь гулял бронтозавр. Я к нему подошел и начал его лупить копытом. Спустя всего лишь парочку ударов, этот бронтозавр потерял сознание. Вот так вот. Вот такой у меня получился сильный Эквус, который смог с легкостью вырубить огромного бронтозавра. Еще один бронтозавр был вырублен всего лишь двумя ударами. Движемся дальше по травоядному острову и ищем тех, кого можно оглушить. Как вы поняли, то что живка, у которой хп меньше чем 3000, сразу же умирает. Вот эти трайки сразу же отлетели. Ну а этот стегозавр, у которого было 4000 здоровья, смог все-таки вырубиться. К сожалению, я не смог эту атаку провести под водой. Так бы я вам показал, как можно оглушить мазозавров и другую подводную живку. Поэтому придется довольствоваться тем, что у нас есть. А есть у нас крутой Эквус, который парочкой ударов может вырубать почти топовых бронтозавров. Вот так вот. Следующая моя цель будет уже хищный остров, но по пути я также буду всех оглушать, кого смогу найти с высоким показателем здоровья. Бронтозавры все уже спали на травоядном острове, значит здесь уже делать было нечего. Так что я снова прокачиваю Эквусу кислород, чтобы он быстрее плавал, и отправляюсь уже на большой остров. На этом острове я смог найти Рекса, который гулял здесь по пляжу. Надеюсь, что у него будет много здоровья, чтобы он сразу вырубился. На меня напали аллозавры, и с легкостью этого аллозавра я смог также вырубить. У него тоже был очень высокий уровень, и если бы я не проводил этот эксперимент, можно было сейчас с легкостью его приручить. Также на меня напал здесь альфа-раптор, и с легкостью, так же как и остальных живок, я его смог убить. Подошел Рекс, одним ударом он был нокаутирован. Следующая моя цель было болото, на котором водятся парацеры. Этих парацеров я также смогу оглушить, если у них будет довольно много здоровья. Ну а конечная моя цель, это конечно же гора грифонов, на которой будут гиганатозавры. Потому что мне интересно, сможет ли такой Эквус вообще вырубить гигу. Или она все-таки сможет его убить. Как видите, парацератерии вырубаются вообще с одного удара. Потому что у них хоть и много здоровья, то у них в принципе немного оглушения. Вырубаем еще одного парацератерия. Здесь у нас их целых два. И вот одним ударом я смог вырубить сразу двух парацератериев. Круто! Ударяю по ним еще раз, и они улетают в космос. Следующая моя цель, это будет уже хищный остров. На нем я хочу поискать рексов, и еще каких-нибудь живок, у которых будет хп больше чем 3000. Но к сожалению, пока я по нему бегал, в этот раз здесь никого такого не заспавнилось. Так что я просто пробежал этот остров по кругу. Живки здесь особо не было крупной. Значит, можно было отправляться уже на гору Грифона. Кстати говоря, у нас в Телеграме сейчас проходит конкурс на Древний Янтарь. Там нужно просто зайти, подписаться, и у вас есть шанс получить 10000 Древнего Янтаря на свою одиночную игру. Ссылка на этот чат будет в описании канала, поэтому заходите, не пожалеете. Ну а я тем временем уже поднялся на гору Грифонов, для того, чтобы поискать здесь гигу. Но, к сожалению, гиги здесь не оказалось. Я зашел на самый верх, осмотрелся, никого тут не было. Сейчас проверим еще одно место, возможно, здесь также будет гига. Спускаемся здесь аккуратненько. Кстати, Экус получает очень много урона, когда падает с высоты. Здесь не оказалось гиги, значит, на этом можно заканчивать видео. Спасибо вам за просмотр. Ладно, я шучу. Сейчас я перезапущу игру через Тайди Сейв и попробуем еще раз. Я перезапустил игру, сейчас пойдем поищем гигу. В этот раз она уже заспаунилась и теперь можно ее оглушать. Я сделал всего лишь 3 удара и вот гига уже без сознания. Офигеть. Просто 3 удара и она уже вырубилась. Но у нее был всего лишь 30 уровень. Это довольно маленький. Значит, я попробую еще раз. Спустя какое-то время я смог заспаунить сюда еще одну гигу. И сейчас попробую ее вырубить. Проверяем, какой у нее уровень. У нее был 40 уровень. Тоже довольно невысокий, но все же я смог ее оглушить. Вот так вот. Но я пробую еще раз, потому что я хочу найти гигу, у которой будет высокий уровень и проверить, как она будет вообще себя вести с этим Эквусом. Прошло еще 15 дней и вот гига заспаунилась. У нее был 190 уровень. Я начал ее оглушать, но к сожалению у нее было слишком много оглушения. И она начала от меня убегать. Я побежал за ней и мой Эквус разбился. Я успел взять у него все вещи, взять имплант и начал бежать за этой гигой, чтобы запомнить, где она находится. Но у нее уже спало оглушение и она меня съела. Ладно. Я появился уже на обелиске и здесь воскресил своего Эквуса. В этот раз у него уже было полное здоровье, значит можно было отправляться на гору грифонов для того, чтобы отомстить этой гиге. Вот я уже здесь и вот эта гига. Сейчас мы попробуем ее еще раз оглушить. Так, у нее тут уже половина здоровья осталась, конечно. Может быть она даже погибнет. Начинаем ее лупить копытом. И вот она уже без сознания. По глазам гиги я понял, что она получила слишком много урона за секунду, а значит получила ярость. Но это не помешало ей потерять сознание. Я начал ее лупить копытом и она поднялась, потому что снова получила ярость. Но это не позволяло ей прийти в сознание. Я ее добил копытом и на этом оглушение гиги было закончено. Теперь осталось последнее испытание для этого Эквуса. Я захотел убить Титанозавра. Вообще я, если честно, я надеялся, что смогу его копытом оглушить. Ну, вообще у него есть своя техника приручения и техника оглушения. Но была надежда, что возможно такой Эквус сможет его вырубить. Но по итогу оказалось, что Титана вырубить таким образом нельзя. Поэтому я решил его просто убить и закончить на этом серии. У него уже было меньше 100 тысяч здоровья, значит он начал от меня уже убегать. Он залез в океан, а в океане этот Эквус был как рыба в воде. И вот спустя всего лишь пару минут я смог его добить. Вот такое получилось видео, вот такая получилась прокачка. Эквус смог вырубить всех крупных живок на этом острове. Спасибо всем за просмотр. Если у вас есть идеи, кого еще можно прокачать, жду ваши предложения в комментариях. На этом у меня все. Желаю удачного выживания в жизни и в игре.